Что ставит вас в тупик? Я хотела переспросить про Одиссея. Да, конечно. Этого Ахилла. Ахилла, да. Спрашивайте. Там где типа... Значит... Так, щас секунду. Ахилл везде всегда говорит правду. И ненавидит лжецов, да. А Одиссея наоборот? Да. Вот. А к чему там была привязка с Сократом и... Ну, Сократ Ахилл, Агритон и Одиссея. Да, да, да. А к чему, к тексту где привязка? В смысле к тексту? Там цитата. Какая? Прямо из Гумера. Там у нас она даже выделена в тексте. Как цитата в тексте. Я вижу, да. Ну. Третий день, без сомнения. Ты достигнешь холмистой. Да, это Илеада 9, книга 9, строка 363. Так, а к чему там про ложь и правду? Ну, давайте я попытаюсь, сейчас я вспомню что-нибудь. Мы с вами заканчиваем, и вы мне говорите до встречи. А я вам говорю, I'll be back. Я ведь не просто говорю, что мы еще с вами не встретимся. Я отсылаю конкретному мемовому моменту, который вы знаете. Кто, когда и при каких обстоятельствах говорит, I'll be back. Расскажите мне. А, ну все, я уже, может, не продолжу. Вот. Это Гумер. Они все его знают наизусть. Потому что никакой другой поп-культуры, кроме Гумера, не существует. Именно поэтому отсылка к Гумеру – это всегда мемасик. Это всегда отсылка к конкретному контексту, который мы в нашей отсталости не понимаем. И поэтому я все время говорю, давайте вернемся в текст Гумера и посмотрим, в какой ситуации это происходит. В прошлый раз, когда мы такое видели, Сократ цитировал Илиаду, опять же, ставя себя на место Ахилла, но говоря о необходимости остаться и умереть, когда его мать, богиня, говорит ему, если ты останешься, ты умрешь. Ахилл говорит, нет, умер Патрокол, я приличный мужчина, я должен за него отомстить. И я говорю вам, смотрите, тут возникает миллион проблем. За кого мстит Сократ, когда остается? Более того, у Ахилла-то какая проблема? Его мать говорит, ты еще молодой, у тебя только жизнь началась, тебе не надо умирать здесь. У Сократа этой проблемы нет, его жизнь как раз таки заканчивается. Но там он это делал, мы заключали, чтобы позлить население. Здесь он это делает для совершенно других целей, опять же, отсылая к контексту. Где еще мы найдем такую отсылку? Давайте я приведу вам хороший пример из Протагора. В самом начале Протагора товарищ встречает Сократа. И товарищ задает ему вопрос. Вопрос, который в товарищи, а в товарищи это фактически уровень Критона, да, вот Гитарус. В товарищи открывает нечто невероятное. Товарищ знает, что цель Сократа в его похождениях это алкивиад. И товарищ говорит, ты не от алкивиада ли идешь с успешной охоты? И говорит буквально следующее, а ты не думаешь, что он уже немножко староват, потому что над губой у него начал появляться пушок. А у нас за мужчинами не ухлестывают, только за мальчиками. Сократ отвечает ему цитатой из Гумера. Эта цитата описывает бога Гермеса, вечно молодого бога, как юношу, у которого только-только появился пушок на губах. Проблема заключается не в этом. То есть он так отваживает своего товарища. Товарищ понимает, что это конвенционально. Раз уж Гумер говорит, что вечно молодой это с пушком на губах, значит алкивиад вечно молодой. Он превращается из мужчины в первом предложении в юношу во втором. Дело не в этом. Дело в том, что единственное, у Гумера два этих описаний. В Одиссее и в Илиаде, если я не ошибаюсь. В Илиаде он так описан, а в Одиссее, когда это описание происходит, происходит катастрофа. В этот момент, когда Гумер дает это описание, Гермес объясняет Одиссею, как спасти своих товарищей от яда церцеи. То есть как из свиней делать назад людей. Иными словами, Гермес учит Одиссея, как людей излечить. Алкивиад учит Сократа, как лечить людей. Как сделать их из больных снова здоровыми. Потому что единственный присутствующий здоровый – это алкивиад. Там же появляется и катастрофическое. В этом контексте появляется единственное в Гумере слово «природа». Представьте, написал вот столько. А слово «природа» Фюзис употребил лишь раз. Вот в этом месте. Чтобы понять, как излучить своих товарищей и сделать их снова людьми, ты должен познать с помощью познания природы. Сократ оказывается Одиссеем, которого учит Гермес с помощью познания природы спасать людей. Узкий контекст для товарища, широчайший для уважаемых людей. Это было ваше затруднение? Я просто, видимо, упустила. Нет, еще какое-нибудь у вас затруднение есть? Вы же говорили о нескольких. Нет, я ничего не говорил. Ну, хорошо. Тогда мы возвращаемся обратно к нашим Сократам. Величайшее добро и величайшее зло. Простите еще за предложение. Ну, если бы, Критон, большинство способно было творить величайшее зло с тем, чтобы быть способным не на величайшее добро, это было бы прекрасно. И Сократ говорит, ой, если бы большинство обладало знанием, это было бы прекрасно. Сократ не против величайшего добра и величайшего зла. То есть, он не против высоких планок, он против низких планок. Толпа способна на небольшое добро и небольшое зло. Это низкая планка, которую может взять любой. Сократ не выступает против толпы, по крайней мере, не перед Критоном. А то ведь люди не способны ни на то, ни на другое. Они не могут сделать человека ни разумным, ни неразумным, а делают, что попало. Да, с одной стороны, смотрите, если большинство ничего не знает, то его законы не верны и подчиняться им значит вредить себе. То есть, достигать не добродетельной жизни, а просто жизни. Потому что законы любого общества обеспечивают именно это, просто жизнь. С другой стороны, нужно убедить Критона, что законам нужно подчиняться. И, следовательно, они действительно полезны. То есть, основаны на знании. Каким-то образом Сократ должен, загнав себя в эту ловушку, разрешить ее. И мы увидим, что он сделает это максимально противоречиво. Он выдвинет сразу две теории. Я бы даже сказал две. Одна из них точно либеральная. При том, что они обе друг другу противостоят. Одна из них действительно консилативная, одна либеральная. И попытается соединить их вместе у Критона на глазах. К счастью для Критона, Критон недалекий. Критон не понимает, что происходит. К счастью для нас, Сократ не останавливается, когда затыкает Критона. И показывает нам проблему. Ну, как и всегда. Так-то оно так, Сократ. Но ты мне вот что скажи. Критон не сопротивляется. Он уже разрушен Сократом. Поэтому, когда Сократ говорит лапу, Критон дает лапу. Когда Сократ говорит «сидеть», Критон садится. Когда Сократ говорит «Критон, ты не прав?» Критон говорит «Да, я не прав». Угу. Но ты мне вот что скажи. Не боишься ли ты, как бы до ночи Сикофанты Как бы сикофанты Если ты уйдешь отсюда, не втянули нас, меня и остальных твоих близких В беду за то, что мы тебя отсюда похитили Заметьте, нас, мы Критон и раньше говорил, наши Мы и твои близкие Почему Критон не один? Потому что репутация пострадает у всех И у Критона, и у других близких Сократу людей Критон не понимает идею Сократа Но Критон понимает, что Сократ говорит А именно, Критон понимает, что Сократ не хочет уходить Заботясь о нем Критоне И раздвигает эту парадигму В беду за то, что мы тебя отсюда похитили И нам бы не пришлось потерять много денег А то и все наше состояние вдобавок подвергнуться еще чему-нибудь Да, Критон думает, что Сократ не хочет уходить По одной простой причине Сократ не хочет, чтобы Критону и всем остальным Чтобы они были осуждены, совершив это преступление Потому что Сократ будет в недосягаемости для правосудия А Критон и все остальные никуда не денутся Как мы поймем позднее по тексту, Сократ как раз думает, что нет Что Критон умнее Если Критон устраивает побег, значит он бежит вместе с Сократом Они оба отправятся в Писалию И этой проблемы не существует Если ты боишься чего-нибудь такого, то оставь это И справедливость требует, чтобы мы ради твоего спасения пошли на такой риск А если понадобится, то и на еще больше Нет, послушайся меня и сделай помой Если ты боишься чего-то такого То есть если ты боишься, что нас накажут после того, как ты сбежишь Плюнь Почему? Еще раз, простите, этот отрывок Это страшнейший отрывок Справедливость требует Справедливость требует, чтобы мы ради твоего спасения пошли на такой риск Когда Критон это заявляет, появляется гигантская проблема Какая? Что утверждает этот недалекий человек? Что он знает, что такое справедливость Ответу на вопрос, что такое справедливость Посвящен, собственно, диалог государства В частности, первая книга Но все государство в целом Определений справедливости на самом деле множество Но Критон, кажется, пользуется самым базовым Зло врагам, добро друзьям Это одно из определений справедливости, которое появляется в государстве 332 АС Это определение Полимарха Самое интересное, что определению Полимарха предшествует определение Кефала Оно звучит так Каждому по долгам То есть зло врагам, добро друзьям И выполняй долг перед богами Полимарх не сохраняет богов Критон не сохраняет богов Только друзья Если Критон начинает говорить о справедливости Он думает, что знает, что такое справедливость Какой диалог, ожидая мы, пойдет отсюда? О чем? О том, что Критон не знает, что такое справедливость Отлично! Мы ожидаем, что Сократ спросит Что такое справедливость? И докажет Критону, что Критон не знает, что такое справедливость и не может знать Почему этого не происходит? Потому что Критон – это не человек, с которым можно заниматься философскими беседами И потому философский вопрос для него не нужен Мы увидим, что для него не нужен не только философский вопрос, но и философская терминология Справедливость – это добродетель Добродетель связан с чем? С вести С вести Разумом и душой С душой, в первую очередь С душой Сократ будет говорить здесь о душе, ни разу не произнеся в слово душа Он дважды опишет душу так, что у вас просто не будет другого выхода, кроме как понять И Критон поймет Но слово душа здесь не будет произнесено Потому что Критон не из тех людей, кто может понять философский концепт Вопрос о справедливости не будет задан Он будет сокращен до минимума, до вопроса о законности Справедливость и законность каким-то образом должны будут совпасть Это отдельный вопрос как? Потому что очевидно для Критона Ровно то же, что очевидно для всякого, кто прочел апологию в первый раз Что Сократ осужден несправедливо, хотя и по закону Вопрос тяжелейший и сложнейший Совпадает ли справедливость и законность? Почему? Нет, сейчас давайте, конечно Апологию в первый раз не будет понятно, что он законно осужден А, те будут думать Спасибо, спасибо Вы правы, конечно Тогда для всех остальных будет казаться Что справедливость и законность совпадают Он несправедливо и, следовательно, незаконно осужден Если справедливость и законность Совпадает ли справедливость и законность? Это тяжелейший вопрос для политической философии И вообще философии в частности По одной простой причине Если справедливость и законность совпадают Тогда оказывается, что нацист это справедливый человек Охранник концлагеря это справедливый человек Убийца детей это справедливый человек Конформист – это справедливый человек. И наоборот, человек, который говорит, я не буду убивать детей. Или я не буду душить людей газом, а потом сжигать их тела. Это как раз-таки несправедливый человек. Или там наоборот, человек, давайте возьмем чуть-чуть раньше, человек, женившийся на еврейке. Несправедливый человек, нюрнбургские законы, это запрещают расовые. Тяжелейший вопрос – совпадает ли справедливость и законность. То есть, всякий ли закон является справедливым по определению, или есть несправедливые законы. И тогда, если таковые есть, справедливость будет заключаться в активном сопротивлении несправедливым законам. Представьте себе справедливого человека, который с винтовкой в руках убивает приставов судебных. Потому что они пришли исполнять несправедливый закон. И он получается в этом случае единственным справедливым. Если существуют несправедливые законы, следующий шаг звучит катастрофический. Законы всегда создаются чем? Они же не появляются из воздуха. Людьми широко звучит. Режимом. Каждый режим затачивает свои законы под самого себя. Возникает вопрос, существует ли несправедливый режим. И б. Существует ли несправедливый режим по определению. То есть, такой режим, который несправедлив всегда. Если такой режим существует, борьба против него всегда является справедливой. Платон скажет, тирания. Либеральные мысли это подхватят. Поэтому борьба против тирании всегда оправдана. Она всегда справедлива. Вопрос, что такое тирания. Приличный человек скажет, тиран – это царь, который вам не нравится. Все. Более приличный человек скажет, чтобы отличить тирана от царя, нужно просто посмотреть на людей. Если страна нищая, люди бедные – это тиран. Если страна богатая, люди богатые – это царь. Смотрите, следующая связь – патриотизм. Как патриотизм связан со справедливостью? То есть, патриот – это сторонник режима или сторонник страны? Если это сторонник страны, возникает вопрос. Он сторонник любого режима, присутствующего на этой стране? Если он сторонник режима, возникает вопрос, сторонник какого режима? То есть, смотрите, происходит смена формаций, смена режимов. Вчера был олигархат. Патриоты кричали олигархат, олигархат, олигархат. Наступает демократия. Патриоты теперь кричат демократия, демократия, демократия? Или патриоты все еще кричат олигархат и берутся за оружие? Огромное количество тяжелых и серьезных вопросов начинается, как только мы задаем вопрос о справедливости. Именно поэтому Критон не входит в это рассуждение. Но! Критон указывает на проблему раз. И второе. Мы читали с вами, скажите, отрывок из Алкевиада и Перикла Уксенофонта. Молодой Алкевиад разговаривает с Периклом. Нет. Нет. Тогда давайте прочтем. Потому что тут есть интересный момент. Если справедливость и законность должны совпасть, то встанет второй вопрос. Что такое закон? Вопрос, что такое закон, Сократу Платона не задает никогда. А ведь это фундаментальный вопрос для определения режимов. У Платона есть диалог, который начинается с вопроса, что такое закон. И посвященный именно ответу на вопрос, что такое закон. Это диалог минус. Проблема с диалогом минус заключается в чем? Это сомнительный, да, да, это сомнительный диалог. У Ксенофонта Сократ тоже никогда не задает вопроса, что такое закон. Но этот вопрос задает его самый ближайший ученик. Ну, да, ученик плохо сказано. Человек, за которым охотится Сократ, давайте. Алкевиат. Книга 1, глава 2, 40. Это меморабилия. Наслушавшись Сократа, молодой Алкевиат идет к Периклу, своему опекуну. Перикл это пик, который ненавидит философию, который философию все время пытается унизить. Пик демократических Афин. И Алкевиат задает ему классический вопрос. А так говорят Алкевиат, когда ему не было еще 20 лет. Да, то есть вообще совсем молодой, да, то есть совсем мальчишка. Есть ли вопросы какие-то, пока мы не перешли к чтению? Перикл, вы сказали сейчас, он ненавидит, точнее философию ненавидит Периклу. Она все время принижает Периклу, да. Но Перикл уничтожил демократию. Не совсем так. Перикл уничтожил демократию. Дело не в этом. Перикл был результатом демократии. При нем демократия достигла своего пика. Проблема с Периклом состоит в том, что он начал величайшую войну в истории, которая погубила все. То есть которая и родила философию. Мы с вами говорили, что философию рождает именно чума. Чума это результат войны. Как философию унижает Перикла? В диалоге Мениксен. Сократ беседует с Мениксеном. Про то, кто писал речь Перикла. Да, да. И Сократ говорит, вообще-то на самом деле похоронную речь Перикла, то есть ту самую речь, за которую Перикла известна, ему писала его любовница Аспазия. И более того, Сократ говорит, она и меня учит заучивать речи наизусть. А если я забуду, и Мениксен спрашивает, ты воспроизведешь эту речь, ты не забудешь ее? Говорит, я никогда не забуду, потому что если я забуду, она меня побьет. Но тогда они должны быть благодарны Периклу за то, что они родились. Сократическая философия выходит из войны, но это значит, что она ненавидит войну. Она пытается сделать все, чтобы войны избежать. Нет. Перикл принижен по всем фронтам. В протагоре Сократ унижает его тем, что ни один из его детей не может заниматься политикой. То есть если Перикл это знаток, то он точно может научить своих детей. Он не научил своих детей ничему. Более того, у него под опекой Алкивиад и его брат Клиний хуже человека, чем Клиний, просто не существует. В Алкивиаде Первом на вопрос Сократа по поводу Клиния и, значит, сыновей Перикла, Алкивиад отвечает, Клиний этот сумасшедший. В Пире они тоже унижают Перикла. В государстве они тоже унижают Перикла. Хорошо. Итак, наученный, наслушавшийся Сократа Алкивиад подходит к своему опекуну Периклу. В протоколе беседы о законах, с опекуном своим Периклом, стоявшим тогда по главе государства. Скажи мне Перикл, значит, Алкивиад, могли бы ты объяснить мне, что такое закон? Смотрите, это классический вопрос. Что такое закон? Сократический, сто процентов, философский, сто процентов. Алкивиад обращает его к человеку далекому от философии, далекому от всякого знания. Конечно, отвечает Перикл. И Перикл отвечает, конечно, я знаю, что такое закон. Почему человек должен знать, что такое закон? Все очень просто, чтобы отличать закон от незакона. Как вы отличаете правило Х, не пласть руки на стол, от закона? Наказание последует и в том, в том случае, вроде бы. Ну, по молодости особенно. Как вы отличаете переход на красный свет или там на зеленый свет светофора от закона? Это закон или незакон? Более того, каждый человек должен быть законопослушным. Но чтобы быть законопослушным, вы должны не просто знать текст закона, вы должны знать, что такое закон. Иначе какой-то твой прок. Объясни мне ради богов, сказал Акредиат. Когда я слышу похвалы некоторым за их уважение к закону, я думаю, что такую похвалу едва ли имеет право получить тот, кто не знает, что такое закон. И следующее. Это следующий сократический ход. Если вы не знаете, что такое закон, то вы попадаете пальцем в небо. То есть, ваше законопослушие, это не великое добро и великое зло, а это случайность. Но за случайность вас нельзя хвалить. Смотрите, вы идете по улице и случайно нашли кусок золота, слиток золота. Помните, слитки падали с неба на днях? Уже неделю. Да, 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 да. Кто вас будет за это хвалить? Никто не будет за это хвалить, потому что от вас ничего не зависело. То есть, ваша добродетель при этом никак не проявила себя. Хочешь узнать, Алкириат, что такое закон, отвечал Периков? Твое желание совсем нетрудно исполнить. Законы – это все то, что народ в собрании не примет и навежет с указанием, что следует делать и чего не следует. Периков отвечает так, как отвечает большинство собеседников Сократа на теоретический вопрос. Они отвечают примером. Вы же прочли Евтифрона? Помните, ведь Евтифрон на вопрос, что такое благочестие, говорит – это то, что я сейчас делаю. То есть, сдаю своего отца в ментовку. Это и есть благочестие. И мы с вами начали с этого. На теоретический вопрос, что такое философия, нельзя ответить примером. Но, как отвечает Платон, примером. Примером жизни Сократа. Периков тоже не понимает этого вопроса. Что такое закон? Закон в нашем государстве – это все, что примет народное собрание. Точка. Какой же мыслью народ при этом руководится? Хорошее следует делать или дурное? Хорошее, клянуть Зевсом, мой мальчик. Отвечал Перикол, конечно. Не дурно. Закон – это все, что принято в народном собрании. Что с точки зрения народа является хорошим. Видите, какая это катастрофа с точки зрения сократической и политической мысли. Принимает законы народ. И принимает на основании того, что народ, то есть большинство, считает хорошим. А если не народ, но, как бывает в олигархиях, немногие соберутся и напишут, что следует делать. Смотрите, и тут Алкевиат начинает уводить Перикла от примера к теоретическому ответу. Существует же не только демократия, мой дорогой эпикун. Существует еще и олигархия. Все отвечает. И Перикл поправляется. Ему не нужно приводить третий пример, а существует еще и единоличная власть. Все, что напишут властвующие в государстве люди... Обсудив, что следует делать, называется законом. Итак, уже не все, что напишет народ, ориентируясь на пользу, а все, что напишут любые властители, ориентируясь на что? На то, что следует делать. Уже не на пользу и не на ее противоположность. Называется, а не является. Но считается законом, да. Так, если тиран, властвующий в государстве, напишет гражданам, что следует делать, и это закон. И вот уже переход к тирану. Разве тиран не властвующий в государстве? Разве он не ориентируется? Смотрите, если бы он был ориентирован на пользу, это была бы проблема. Но ориентируется только на то, что следует и не следует делать. Да, отвечал перед тем, что все, что пишет тиран, пока власть в его руках, и это называется законом. И это называется законом. Иными словами тиранение может быть беззаконно. В конце концов, даже если вы представите себе тирана, который делает только то, что хочет, то есть нарушает любые свои собственные слова на следующий день, через секунду, получается, что тиран все равно подчиняется. Подчиняется кому? Самому себе. Даже тиран в каком-то смысле является подчиненным самому себе. При том, что он всегда может менять свои собственные законы. На какие? На свои же собственные. О насилии или законе спросил Алкириат, что такое периком. Не то ли, когда сильный заставляет слабого по неубеждениям, а силой делает то, что ему вздумается. И дальше. Диалектика. Находим противоположность. Противоположность закона является беззаконие. Беззаконие связано с насилием и принуждением. Мне кажется, да, сказал Перикол. Значит, и все, что тиран пишет неубеждением, а силой заставляя граждан делать, есть беззаконие. Оказывается, что закон – это не все, что тиран считает таковым, а все, что не связано с насилием. Мне кажется, да, отвечал Перикол. Я беру назад свои слова, что все, что пишет тиран, неубедивший граждан, есть закон. Смотрите, появляется убеждение, принуждение. Если закон принуждают, это не закон. Надо сначала убедить. И тут случается рекурсия обратно. Как они поднимались вверх от демократии через олигархию к тирании, так они спускаются вниз от тирании через олигархию к демократии. А все то, что пишет меньшинство, неубедивший большинство, но пользуясь своей властью, должны ли мы это называть насилием или не должны? Мне кажется, отвечал Перикол, все, что кто-нибудь заставляет кого-нибудь делать, неубедивший, все равно, пишет он это или нет, будет скорее насилие, чем закон. Итак, все, на что вы лично не согласились, с законом быть не может. Остается последний ход. Значит, и то, что пишет весь народ, пользуясь своей властью над людьми состоятельными, а неубедивший их, будет скорее насилие, чем закон. Да, алкевиат, отвечал Перикол, и мы в свои годы... В свои годы и дальше. Да, алкевиат, отвечал Перикол. Значит, демократия и тирания, это абсолютно одно и то же. А это серьезнейшая проблема. Которая начинается с вопроса, что такое закон. Если закон, как здесь алкевиат выводит на Перикол, связан с убеждением, а не принуждением, это катастрофа. Например, я не согласился следовать закону, запрещающему ВПН. Следовательно, это не закон. А раз так, то сопротивляясь этому незакону, я остаюсь абсолютно справедливым, если мы отождествляем справедливость с законностью. И наоборот, возникает великая проблема убеждения. Возможно ли такой случай, когда мы все убеждены будем в одном и том же? Другое дело, что для алкевиата это не философский вопрос. Для алкевиата здесь и сейчас это в первую очередь показать, что Перикол ничего не понимает. Он управляет государством, ничего не понимая о том, как этим государством управлять. Хорошо, мы возвращаемся назад к Сократу и Критону. Страшнейший вопрос, страшнейшее дело, которое затрагивает Критон. Справедливость требует, чтобы мы тебя отсюда вывезли. Кажется, требует того, чтобы дать определение справедливости, а потом заставить Критона признать, что то, что он считал справедливостью, таковой не является. И, следовательно, никакого мы тебя отсюда выведем быть не должно. Сократ пропускает этот шаг. Он не может обратиться к Критону и не может обсудить с ним этот тяжелейший вопрос. И об этом я беспокоюсь, Критон. И обо многом другом. О чем беспокоится Сократ? Для Критона Сократ беспокоится о том, что Критона и его друзей могут приезжать после того, как Сократ сбежит. Для нас с вами о чем беспокоится Сократ? О справедливости, конечно. Сократа дико волнует вопрос, что такое справедливость. Диалог государства целиком тому доказательство. Этого уж ты не бойся. Да и не так много требуют денег те, кто берет спасти тебя и вывезти отсюда. Критон не понимает ответа по поводу справедливости, очевидно. Но он понимает ответа по поводу сикофантов. Еще раз. В Афинах нет публичного обвинителя. Это значит, что чтобы обвинить Критона в том, что он помог Сократу сбежать, это должен сделать какой-то конкретный человек. Это будет сикофанд. Как победить сикофанта? Конечно! Откупиться от него и все, иск заберут. Никаких проблем не будет. О чем и говорит Критон. Что же касается наших доносчиков сикофандом. Разве ты не видишь, какой это дешевый народ? На них и вовсе не понадобится много денег. Да, да. Мы сможем их подкупить, это не проблема. Почему подкупили? Или это? А, потому что они не сикофанды. Смотрите, они кого обвиняют? Сократа. Сократ же нищий. Сикофанд обвиняет богатых с целью нажиться. Но их можно было попробовать. Нет. Их трое. Тут логика какая. Если Критон говорит, что его могут обвинить за то, что... Смотрите внимательно, кто его обвинит? Сикофанта с целью нажиться. Нет, если его могут обвинить... Тут как раз идет разговор о том, что меня могут обвинить за то, что я... Да, но еще раз. Кто? В Афинах нет прокурора, нет человека, который занимается. Ты нарушил закон, мы тебя тащим в суд. Нет. Кто обвиняет Критона всегда? Сикофанта. Им нужен только повод. Они обвинят Критона. Мы же с вами специально прочли отрывок из ксенофонта. Они обвинят Критона, чтобы денег собрать. И Критон говорит, что это не проблема. Я дам. То есть Критону не грозит тюремное заключение. Или штраф, или что-то еще. Критону грозят сикофанды, от которых откупиться не проблема. Для Сократа это беда, потому что ни Милет, ни Анит, ни Ликон, это не сикофанды. И Сократ нищий. То есть они не обвиняли его ради денег. Почему они обвиняли его? Мы читали апологию. Но мы точно знаем только по поводу Милета. Милет ненавидит софистов и думает, что Сократ это софист. Анит это отец. И только по поводу Ликона Сократ все время молчит. В твоем распоряжении мое имущество. И я думаю, его будет достаточно. Если наконец добонись обо мне, ты думаешь, что не надо тратить моего сына. Достояние, то здесь есть чужеземцы, которые готовы за тебя заплатить. И следующее. Если ты заботишься обо мне, заботясь о моих деньгах. Что с точки зрения Критона правильно. Человек, заботящийся о вас, это человек, заботящийся о вашем благосостоянии в первую очередь. Ну там, ваш муж или ваши родители. Есть люди, которые готовы заплатить так, чтобы я ничего не платил. Что это за люди? Один из них, Синий Фиванец, уже принес необходимые для этого деньги. То же самое готов делать Кибет. И еще многие, очень многие, очень многие. И еще очень многие. Заметьте, здесь не возникает имя Платонок и всех остальных людей, которые готовы были внести штраф за Сократа. Иными словами, из всех тех 12 людей, которых называет Сократ, только 4 готовы заплатить за него штраф. И только один готов заплатить, чтобы подкупить тюремщика, вывести Сократа куда-то дальше. Но этот один, говорит, есть еще двое, которые тоже готовы заплатить. Это Сими и Кибет. Где мы находим их? Смотрите, это все иностранцы. Вспоминаем по лобби. Сократ хоть раз выходил за территорию Афин? На войну. На войну, да. Он вряд ли познакомился на войне, значит, на биваке с Сими и Кибетом. Нет. Где присутствует Сими и Кибет? В Федоне. Они вместе рассуждают с Сократом по поводу того, существует ли душа и какие аргументы против его существования можно выдвинуть. Сими и Кибет это пифагорейцы. Они не имеют к Сократу и к его учению никакого отношения. Но почему-то хотят его спасти. Повторяю, не бойся ты этого и не отказывайся от своего спасения. И пусть тебя не мучает то, о чем ты говорил на суде. Что, уйдя отсюда, ты не знал бы, на что себя употребить. Смотрите, вот что Критон услышал из апологии Сократа. Что его нельзя изгнать, потому что... Что говорил Сократу? Почему его нельзя изгнать? Во-первых, он будет и в других местах... Вот именно. А что слышит Критон? Что если Сократ окажется в других местах, то он ничего не будет делать. Он не знал бы, на что себя употребить. То есть Критон слышит совершенно не то, что говорит Сократ. Ведь и в других местах всюду, куда бы ты ни пришел, тебя будут любить. Если бы ты пожелал отправиться в Фессалию, то у меня там есть друзья. Подождите, остановитесь. Ведь и в других местах всюду, куда бы ты ни пришел, тебя будут любить. Что говорит Сократ в апологии? Меня и там осуществят. Да, причем если я приму молодых людей, меня осудят отцы. А если я не приму, их молодые люди подговорят отцов осудить меня. Критон вообще этого не слышал. Этого как бы не было, потому что он стоит прямо там в апологии. Говорит, нет, 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 я же тебя люблю. И там тебя тоже будут любить. Если бы ты пожелал отправиться в Фессалию, то у меня там есть друзья. Они будут тебя высоко ценить и оберегать. Ага, заметьте, Критон говорит, тебя будут любить и доказывает это. В Фессалии у меня есть друзья. Они будут любить тебя, почему? И оберегать. Потому что ты мой друг. То есть, иными словами, они будут о тебе заботиться, потому что они хотят хороших отношений со мной сохранить. Так что во всей Фессалии никто не достаёт тебе огорчения. В самом конце этого диалога Сократ прямо скажет, что в Фессалии нельзя жить, потому что, не дай бог, он умудрится кого-нибудь там обидеть, его тут же убьют. К тому же, Сократ, ты за тело, по-моему, несправедливое дело. Итак, Критон помнит важное разделение. Моя репутация и справедливость. Критон говорит, мы тебя отправим в Фессалию, ты не бойся. Деньги не проблема. Но дальше переходит к следующему аргументу. Возможно, ты не хочешь ехать не потому, что ты боишься за мои деньги. Возможно, ты не хочешь ехать из-за справедливости. Критон знает, что такое справедливость и приводит аргументы. По-моему, несправедливое дело, предать самого себя. Первое, что является несправедливым, это урон репутации Критона. Второе, что является несправедливым, это вопрос о деньгах Критона. Третье, что является несправедливым, это, собственно, долг Сократа. Когда можно спастись. То есть человек в первую очередь должен не предавать самого себя. Добиваешься для себя того же самого, чего мог либо добиться, да и добились уже твои враги, стремясь погубить тебя. Смотрите, очень просто понять, как он великий человек в этом смысле, очень просто понять, что такое справедливость. Справедливость – это то, что противоположно желанию ваших врагов. Помните, я уверен, вы везде видели демотиваторы со Сталиным, где снизу подпись «Если наши враги нас ненавидят, значит, мы делаем все правильно». Вот это та же самая логика. Если ты делаешь то, что хотят от тебя твои враги, значит, ты делаешь все неправильно. Кроме того, ты предаешь, по-моему, своих собственных сыновей, покидая их. Долг по отношению к самому себе распространяется еще и дальше на долг по отношению к тем, кто от тебя произошел. Дети – это вы сами, буквально продолжение вас самих. Поэтому предать самого себя и предать своего ребенка – это очень близкие категории. Между тем, как мог бы их растить и воспитать. Это и твоя вина, если они будут жить, как придется. Да, и следующий шаг. Ты собираешься бросить детей. Встает вопрос. А Критон собирается детей отправить в Фессалию вместе с Сократом? То есть, смотрите. Дети Сократа ни в чем не виновны. Дети Сократа не осуждены. Дети Сократа – это граждане. Если Сократ сбежит, он явно лишится гражданского достоинства. Но для него побег – это способ восстановить справедливость. Для них же побег – это способ совершить несправедливость. Потому что, очевидно, лучше афинским гражданам живется в Афинах, чем где-то в непонятной Фессалии. Непонятно, хочет ли Критон, чтобы дети уехали или остались. Это и твоя вина, если они будут жить, как придется. А им, конечно, предстоит испытать все, что выпадает обычный сирот на их сиротскую долю. Или вовсе не нужно заводить детей. Или уж надо вместе с ними переносить все невзгоды, кормить и воспитывать их. А ты, по-моему, выбираешь самое легкое. Да, это следующее обвинение. Очевидно, что несправедливость связана с легкими решениями, с порочностью. Угу. Надо выбрать то, что выбрал бы хороший и мужественный человек. Особенно, если он заверяет, что всю жизнь заботился о добродетели. И вот тут Критон попался. Потому что, от чего будет отталкиваться Сократ, убеждая Критона, что надо остаться, именно от понятия добродетели. Что же вам это сказать слово и... Да, и он попал, конечно, но он бы попался в любом случае. Просто в этом случае красивее. Смотрите внимательно. Критон ничего не говорит по отношению к долгу Сократа, по отношению к городу или богам. Это не волнует Критона. Близкие и ты сам. Вот твой первый долг. Боги и город вторичны для приличного человека. Естественно, Сократ... Смотрите, что попытается диалектически, в чем попытается его убедить? О городе. Что надо в первую очередь заботиться о городе и косвенно богах. А о себе потом. Слышите здесь христианина? Слышите здесь патриота? Слышите здесь хорошего с точки зрения общества человека? Видите, как Сократ превращает развращенного, занятого самим собой и своей репутацией Критона в Критона, который готов прыгнуть под пулемет. В Критона, который готов разориться, лишь бы только боги были счастливы или город процветал. Мы двигаемся к классическому развращению. Критон заботится о своей репутации в начале диалога. В конце диалога Критон должен стать человеком, который говорит, ради города всеми силами. То есть, как настоящий патриот. В конце этого рассуждения он должен стать верующим. В смысле верующим в богов города и города бога. Сократ оставит вопрос о богах. Почему? Потому что вопрос о богах – это вопрос о душе. Души здесь нет. Но Сократ оставит вопрос о городе боге. Он буквально сделает из города бога. Прием будет называться просопопия. Буквально очеловечивание. Одушевление. Он одушевит законы и город. И начнет беседовать. Помните, если вы читали диалог, это и будет сам в конце. Хорошо. Что касается меня, так мне стыдно. И за тебя, и за нас. Смотрите. Если Критон заботится о своей репутации, то, конечно, первое его чувство – это стыд. Мне стыдно. И за тебя, и за нас. Он никогда не говорит за меня. Это нас, твоих близких. Если станут думать плохо. Думать плохо. Если станут мнить, считать, полагать. Что все это произошло с тобой по какому-то молодушию с нашей стороны. И следующий шаг. Уже не потому, что мы скупые, а потому, что мы трусы. И то, что дело дошло до суда, хотя могло бы и туда и не попасть. И то, как шло само разбирательство. И, наконец, это последнее. Словно нелепая развязка. Ведь можно подумать, что мы все упустили по нашей трусости и малодушию. И не спасли тебя. И ты и сам себя не спас. Хотя это было осуществимо и возможно. Если бы вы на что-нибудь годились. Да, Критон говорит, приличный человек – это мужественный человек. А получается так, что всех ты, нас и себя самого выставляешь трусом. И мы все выпадаем, покажемся малодушными. Более того, смотрите внимательно. Словно нелепая развязка. Критон намекает, что это все какая-то комедия. То есть, эта ситуация комедична. Комична, прошу прощения. Она не трагична для него. Вот смотри, Сакрам. Да, как бы кроме беды не было так же позора для нас с тобой. Для нас и тебя. Все-таки подумай. Впрочем, думать уже некогда. А нужно решать. И снова, Критон не человек слова. Критон настоящий человек. Он человек дела. Не надо думать, надо действовать. А нужно решать. Решение может быть только одно. Потому что в следующую ночь это должно свершиться. И еще раз. Критон не верит Сократу. Корабль придет сегодня. И бежать нужно в эту ночь. Корабль не придет завтра. А если еще станет ждать, то уже ничего нельзя будет сделать. Право, Сократ. Послушайся меня и делай так, как я советую. Да, у Критона классическая аргументация. То, что произошло с тобой несправедливо, мы должны эту справедливость восстановить. Чтобы восстановить, мы должны сбежать. Если ты не сбежишь, нам станет еще хуже, чем было. Не только потому, что ты умрешь, а потому что мы все пострадаем от этого. И на этом аргументация Критона заканчивается. Нюй Критон. Твоё усердие было бы очень ценно, если бы оно было еще и верно направлено. То есть направлено с помощью разума. Несмотря на то, что Критон как бы обозначил свою разумность. То, чем он хочет, это неразумное желание. Это желание тщеславия. В противном же случае, чем оно больше, чем тягостнее. Нам надо обсудить, следует ли это делать или нет. Смотрите, Критон говорит, некогда рассуждать, надо действовать. Сократ говорит, нет, некогда действовать, давай порассуждаем. Сократ предлагает Критону заняться любимым делом Сократа. Болтовней. Такого же я всегда, но не только теперь. Я не способен повиноваться ничему из всего, что во мне есть. Кроме того, убеждения, которые посвящательные проверки, представляете мне лучше. А вот демон там сразу. Вот, открываете апологию 20Е и выясняете, что есть некий демон, который говорит Сократу, чего делать нельзя. И Сократ всегда его слушается. Теперь в приватном разговоре Критону Сократ говорит, я никогда не делаю того, чего не хочу делать. Нет никакого демона Сократа. Ну, вы же Критон это знаете. Конечно, 70 лет знакомы, друзья, но важно другое. Это приватная беседа. То есть, если бы это была публичная беседа, он бы сослался на демона. Здесь нельзя сослаться на демона. Он говорит, я делаю только то, что хочу делать. Кроме того, убеждения... Кроме того, убеждения, которое после тщательной проверки представляется мне наилучшим. Убеждения плохо, это логос. Кроме того, логоса, который после тщательной проверки кажется мне наилучшим. Логос не обязательно рассуждение, можно сказать заключение и так далее. Логос будет важным, потому что мы уже разделили Мюфос и Логос. А те убеждения? Те убеждения, которые я высказывал прежде, я не могу отбросить и теперь. После того, как меня постигла эта участь. Напротив, они представляются мне все такими же. И я посчитаю и ценю то же самое, что и прежде. Сократ говорит, изменилась моя ситуация, но не мои выводы. Разум не изменяется. Разум постоянен. Выводы разума постоянны. Они единственные, на которые можно положиться, потому что все остальное зависит от ситуации. Спросите еще раз С. А те убеждения? А те убеждения, которые я высказывал прежде, я не могу отбросить. Достаточно. Я, я. И следующее предложение. А если сейчас мы не найдем доводов лучше, чем эти? Вот. Если сейчас мы не найдем доводов лучше, чем эти. Сократ предлагает Критону что сделать? Вместе порассуждать. И следовательно, что? Попал. Да, конечно. Конечно. Критон не умеет рассуждать. Он не может рассуждать. И потому совместное рассуждение всегда ведет к его поражению. Когда Сократ предлагает ему это, Критон уже обречен. Это значит, что Сократ уже заранее решил, что он никуда не уйдет. Что это рассуждение, это не рассуждение про то, стоит ли уходить или не стоит. Это рассуждение направленное на благо Критона, который из незаконопослушного демократа, заботящегося о собственной репутации, должен превратиться в законопослушного человека, заботящегося о собственной душе. В кавычках. Слова душа здесь не будет. Есть ли какие-то вопросы? Которую я высказывал прежние, да, те убеждения? Да, 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 да. Смотрите, вернитесь. Он же высказывал много чего, причем... Нет, смотрите, это правда. Вы абсолютно верны. Но это приватный разговор с Критоном. А это значит, что Критон знает только те убеждения, которые Сократ высказывал при Критоне. А если вы вернетесь на абзац назад, 45Е, то вы увидите, что Критоном он внушал, что нужно быть хорошим, мужественным человеком и заботиться о добродетели. То есть, если звучит слово добродетель, мы сразу говорим, что это публичное учение. Если это публичное учение, мы знаем, в чем его содержание. Задача Сократа будет убедить Критона, что остаться в тюрьме и быть законопослушным, значит заботиться о добродетели. Тяжелейший вопрос законопослушия и мнения толпы, которые Сократ попытается нам каким-то образом сглавить. Не найдем лучших доводов, лучших, чем эти, то, будь уверен, я с тобой ни за что не соглашусь. Даже если бы власть, большинство запугивало нас, словно детей, еще большим количеством пугов, чем теперь. Когда она нам преподносит оковы казни и лишения имущества. Заметьте, лишение имущества она, конечно, преподносит Критону. Сократ говорит следующее. Неважно, изменилась ли ситуация или нет. Но, это важно, мы всегда можем вернуться назад и попробовать еще раз разумно пройти через наши аргументы. Быть может, мы что-то упустили. Если мы что-то упустили, мы можем передумать. То есть Сократ дает Критону надежду. С какой целью? Чтобы Критон остался и послушал разъяснение Сократа. Как же в таком случае разобрать нам это самым наближащим образом? Вернуться ли сначала к тому, что ты говорил насчет мнений? Заметьте, не я говорил и всегда придерживался. Не мы рассуждали, а ты говорил насчет мнений. И не посмотреть ли, верно ли мы говорили неоднократно, что на одни мнения требует обращать внимание, а на другие нет. Или это было верным лишь в то время, когда меня еще не ждала смерть, а теперь вдруг стало ясно, что то были лишь слова, она делала это пущий вздор. Лучше сказал, что он не изменил свои убеждения. Не изменил, все правильно. Но еще раз, мы могли ошибиться в прошлый раз. Давай еще раз пройдем с тобой по нашим тезисам. Я очень хочу, Критон, разобрать вместе с тобой, стану ли я судить в моем нынешнем положении по-иному. Или все так же и отсупимся ли мы от прежнего суждения или последуем ему. Как-никак о людях, которые, по-моему, знали, что говорили неоднократно, утверждали то, что я сейчас сказал. Изменений, какие бывают у людей, один следует высоко оценить, а другие нет. Итак, Сократ говорит, что есть два типа мнений. Про знание ничего не говорит. Два типа мнений. Мнение большинства и мнение меньшинства. Какие-то мнения нужно оценить, какие-то не нужно. Вернемся немного назад. К Синофонту. Если вы откроете Лакедемонскую политию на первой странице, вы прочтете там следующее. Я всегда удивлялся, как Спарта, будучи самым малочисленным государством на свете, может при этом быть самой могущественной и великой страной. Но когда я посмотрел на закон о становлении Ликурга, то удивляться больше не пришлось. Ибо Ликург был величайшим человеком на свете. Вы читаете это и думаете, как так? Ликург не философ. Почему величайший законодатель в мире это не философ? Хотя, как бы мы же знаем, философы цари, все дела. Начинаем читать и выясняем, что Ликург сделал блестящую вещь. Ликург мыслил диалектически. Если мы знаем, что есть истина и есть ложь, и что ложь представлена мнением большинства, как мы можем достичь истины, не зная ее? Величие Ликурга заключалось в том, что он понял, что самый простой способ достичь истины – это взять самую общепринятую с точки зрения закона точку зрения и применить прямо противоположное. Поэтому ксенофон всегда будет говорить, во всем остальном приличном мире женщины сидят дома и ткут. Все пекутся об их целомудрии. Когда им приходит время рожать, их не нагружают телесными упражнениями. Им не дают пить, потому что беременность и пьянство – вещи несовместимые. Но в спарте все ровным образом наоборот. Во всем остальном мире мальчиков учат грамматики, гимнастики, музыки. В спарте их не учат ничему. Во всем остальном мире брак – это брак между одним мужчиной и одной женщиной с целью воспроизведения потомствия. В спарте нет ничего подобного. В спарте брак – это возможность легально воспроизводить детей от любовников. Ли Курк был гениален именно поэтому. Если большинство всегда ошибается, то чем шире некая точка зрения, то есть чем больше людей придерживается некой точки зрения, тем более ложной эта точка зрения является. И следовательно, тем более истиной является ее прямая противоположность. Если большинство уверено, что большинство способно править, или если большинство уверено, что демократия – это нормальный режим, чем больше людей уверено, что это так, тем менее истинным это становится. Сократ делит незнание и мнение о два типа мнений. Есть мнение уважаемых людей и мнение всех остальных. Ради богов, Критон, разве это, по-твоему, неверное утверждение? Ведь с точки зрения людской, тебе не предстоит завтра умереть, и у тебя нет в настоящее время такого несчастья, которое могло бы сбивать тебя с толку. Заметьте, Сократ говорит, ты не можешь находиться в состоянии аффекта, в отличие от меня. Но это состояние аффекта существует только, если мы принимаем общепринятую точку зрения. С точки зрения людей, человек, находящийся в тюрьме перед смертной казнью, это безумец, у него аффект, ему тяжело. И наоборот, человеку, стоящему рядом с ним в камере, который нам ничего не грозит, у него все хорошо. Так посмотри же, разве неправильно, по-твоему, говорят люди, что не все человеческие мнения и не всех людей одинаково следует ценить. Какие-то уважаемые люди говорят, что не все человеческие мнения надо ценить. А ну одни? Ну одни мнения надо уважать, а другие нет. Что ты скажешь? Разве это не верно? Верно. Верно. Вернемся назад. Я говорю вам, чем шире мнение, чем оно общепринятий, общераспространенный, тем оно дальше от истины. Какое самое общераспространенное мнение, существующее в Греции и всем мире того времени? Я работаю. Конечно, что боги существуют. И варвары, и греки, и афиняне, и спартанцы, и африканцы, и даже, черт возьми, на той стороне мира краснокожие люди тоже верят в неких богов. Это единственное массово распространенное, тотально распространенное мнение. Конечно же, Сократ намекает на богов. Он может себе это позволить по одной простой причине. Когда Критон говорит о справедливости, он тоже ни о каких богах не говорит. Верно. Значит, полезные мнения нужно ценить, а вредные не нужны. Да. Итак, не всякое мнение нужно ценить. Нужно ценить только полезные мнения. И здесь мы встретимся сейчас со следующим любимым приемом Сократа. Для людей недалеких Сократ очень быстро начинает играть с понятиями, объединяя их. Критону он скажет, полезное, красивое, благородное и справедливое. Это одно и то же. То есть, если это одно и то же, то об этом следует заботиться. А если это... Да, 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 да. Он направляет его не в сторону разума, а в сторону того, о чем должен разобоиться обычный афинянин. Да, но Сократ направит, естественно, это в сторону души. То есть, полезное для чего? Полезное для души. Но полезное мнение – это мнение людей разумных, вредных, неразумных. Вредных, неразумных. Следующий шаг – польза и разумность соединены вместе. Как же иначе? Ну, а как бы мы решили такой вопрос? Человек, занимающийся гимнастикой, обращает внимание на любое мнение, и похвалу, и порицание. Всякого человека или только одного – врача или учителя гимнастики. Итак, мы приходим к вам вопросу о диетах, с которыми мы начинали. Вы решили заниматься гимнастикой, да? И вопрос – это пауэрлифтинг, это фитнес, это йога, это... что у нас еще? Кроссфит. Это... а? Пилатес. Спасибо. Пилатес. Может быть, это больные танцы, в конце концов. Да, аэробика, все что угодно. Или просто ОФБ. Ну, это общая физическая подготовка. Хорошо, хорошо. Или ГТО. То есть ГТО, да. ГТО, да. Вопрос – что выбрать? Ответ Сократа. И спросите еще раз. Еще раз. Человек, занимающийся... Человек, занимающийся гимнастикой, обращает внимание на любое мнение, и похвалу и порицание всякого человека или только одного – врача или учителя гимнастики. Только его одного. Только его одного. Только один человек может быть знающим. Иными словами, во всякой сфере знания – математики, гимнастики, медицины – только один человек может быть знающим. Почему? Потому что только один человек может достичь предела знания в этой области. Человек, не достигший предела знания, не является знающим. Иными словами, уверен, что вы, как и я, тоже учили в школе математику. Уверен, что вы, как и я, тоже умеете слагать, вычитать и даже корни со степенями производить. Это не делает нас знатоками математики. Это не то, что делает людей знающими. Это базовые навыки. Причем помните, как эти базовые навыки в вас были вбиты? Вы же заучивали, как и я, таблицу нажимания на изучение. Никто не объяснял вам, почему 2 плюс 2 действительно равно 4. Или там 2 умножить на 2 действительно равно 4. Просто дали квадратную табличку и сказали, заучивай. Значит, этому человеку надо бояться порицаний и радоваться по хвалам его одного, а не большинства. Если существует знающий, он всегда один. Следовательно, никаких вопросов по отношению к большинству не может быть. Вы подслушите своих подруг, они говорят, палеодиета, низкоуглеводная диета, кремлевская диета. Нет, есть доктор Малахов. Он знает. Ответ помидоры. Он должен действовать, упражнять свое тело, есть и пить только так, как это кажется нужным тому, кто к этому делу приставлен и понимает в нем. А не так, как это кажется нужным всем остальным. Да, следующий шаг. Стало быть, он должен действовать и упражнять свое тело. С чем коррелирует тело, о чем пока Сократ не говорит? С душой. Что упражняет и управляет душой? Это, конечно, законы, то есть правила поведения. Если реально один законодатель существует, если существует человек, знающий некое человеческое, какие-то человеческие вещи, обладающий полным таким знанием, то законы им придуманные или созданные – это единственные законы, которым следует повиноваться. И напротив, законам большинства никогда повиноваться нельзя именно потому, что это законы большинства. Да, это так. Кто развращен Сократом с детства, ему нечего ответить. Ну, хорошо. А если он этого одного не послушается и не будет ценить его мнение и одобрение, а будет ценить отзывы большинства и тех, кто в этом ничего не понимает, не потерпит ли он какого-нибудь ущерба? Да. Если вы все-таки будете слушать своих подруг, которые говорят «та диета, эта диета, третья диета», повредите ли вы себе? А как же иначе? Как же иначе, спрашивает Критон. Конечно же, повредите. Но дело не в этом. Сколько людей присутствует в этом диалоге? Двое. Двое. Когда Сократ говорит Критону, мы должны повиноваться человеку, который знает. И ему одному только. На кого он намекает? На себя. На себя. А, а он? Ну, а если он говорит это Критону? Поэтому Критон с ним и соглашается. Он намекает на Критона. Критон знает, что пора валить. И когда Сократ говорит, хорошо, мы должны считаться с мнением толпы, а мнение толпы, что закон надо соблюдать, да, то есть Сократ не может сбежать из тюрьмы. Критон говорит, конечно, не должны. Зачем? Какое мнение мы должны блюсти? Заметьте, мнение всегда, Сократ не говорит знания. Мнение одного человека. Критон говорит, конечно, мнение одного. Мнение меня ты должен соблюсти, и мы должны свалить отсюда. Сократ добивается единогласного, во всех смыслах единогласного, согласия Критона, апеллируя к надежде Критона на то, что он и будет этим знающим в данной конкретной ситуации. В конце концов, помните, что Критон это практический человек, человек в практике, в то время как Сократ это болтолог. И когда Критон говорит, надо валить, то есть совершать какое-то действие, значит Критон как практик знает, что надо это действие совершить. Иными словами, вопрос, кто лучше разбирается в гимнастике? Теоретик, который что-то там говорит, или все-таки учитель гимнастики, который гимнаст и сам? Кто лучше разбирается в врачебном деле? Человек, изучавший человеческое тело по учебнику и потому, что говорят другие? Или все-таки тот, кто лично резал людей? Вот Критон из тех, кто лично резал людей, поэтому он уверен, что Сократ, вспомните, Сократ как убедил его, что в Фессалию надо ехать-то? Сон. Сон, конечно! Сократу уже приснился сон. Следуй Критону. Женщина в белом, добродетель, тебе говорит. Помните, что эта речь пройдика публичная, поэтому Критон вполне может отождествить женщину в белом с добродетелью. Тебе говорит, заткнись и слушай Критона. И ты мне теперь говоришь, заткнись и слушай Критона. Поэтому Критон пока совсем тихо-тихо соглашается, не замечая, что он идет в ловушку. Какой же это ущерб? В чем он коснет сослушника? Очевидно, он коснет с него тела. Тело он и губит. Ты верно говоришь. И так ли и в остальном, Критон, чтобы не перечислять всех случаев? Ибо все в том, что касается справедливого и несправедливого, безобразного и прекрасного, хорошего и плохого. То есть, каких случаев в этот раз? Смотрите, это больше не польза и ущерб. То есть, не физические вещи. Не бедность и богатство. Что это? Что это за категории все? Справедливое, несправедливое, безобразное, прекрасное, хорошее и плохое. Это все моральные категории. Моральные, конечно же. А как раз это мы теперь и обсуждаем. То есть, нам нужен знаток. Но знаток не в человеческом теле, а знаток в человеческом как таковом, в моральном. Потому что мы спасаем свою душу, делаем себя добродетельными. Нужно ли нам слушаться и бояться мнения большинства или же мнения одного человека, если только есть такое? Мы уже встречались с этим оборотом. Что это за оборот? Это оборот радикального сомнения. Если только такой есть. Если знаток не существует, вывод один. Мы должны следовать большинству. О чем мы с вами и говорили. Демократия рождается, как общее признание каждого члена демократии в своем незнании. Нет знания. Оно недоступно. Поэтому есть только мнение. Мнение кого? Мнение наиболее сильного. В любом государстве, в любом коллективе наиболее сильно большинство. Других вариантов нет. Если только есть такое, то это... И Сократ сомневается. Если только есть. Потому что если нет, беда. То это понимает. И кого должно стыдиться и бояться больше, чем всех остальных вместе взятых. Если мы не последуем за ним, мы погибнем и обезобразим то, что от справедливого отношения становится лучше, а от несправедливого погибает. Разве это не важно? И вот теперь здесь мы возвращаемся к вопросу. Что от справедливого отношения становится лучше, а от несправедливого погибает? О чем идет речь? О другом. Нет. К моральной категории. Добродетель это для чего же? Добродетель для чего? Конечно, душа. Сократ говорит про душу. Смотрите, тело гимнаст, некто и душа. Но слово душа не произносится. Почему слово душа не произносится? Потому что если мы откроем законы, где афинянин обсуждает с критянином и спартанцем законы и создает второй от идеального государства город. Там возникает проблема, о чем надо заботиться в первую очередь. Афинянин говорит сначала, мы должны заботиться о богах, о родителях, то есть об отечестве, о душе. Проходит какое-то время, афинянин суммирует. Всегда обращайте внимание на суммы. Афинянин суммирует, говоря, мы должны заботиться о богах. Помните, да, по поводу богов, то, что мы говорили только что. Мы должны заботиться о богах в первую очередь и во вторую очередь о душе. Иными словами, душа и родители меняются местами. Душа и отечество меняются местами. Если душа существует, то первичная забота – это забота о ней, а не об отечестве. Если слово душа произнесено, то справедливость – это справедливость по отношению к вам самому, к вашей душе, а не справедливость по отношению к отечеству. Поэтому слово душа не произносится, хотя речь идет именно о ней. Критон должен верить в отечество, в сохранение отечества, в том, что отечество стоит выше, первее, чем все остальное. Что все остальное? Слова душа нет, поэтому просто все остальное. Конечно, важный сакрам. Если последовав мнению невест, мы погубим то, что от здорового становится лучше, а от здорового разрушается. Стоит жить после того, как оно будет разрушено. А ведь это относится к нашему телу, не правда ли? Так стоит ли нам жить с негодным и разрушенным телом? Никоим образом. А стоит ли нам жить, когда разрушено то, чему несправедливость вредит, а справедливость бывает на пользу? Если с разрушенным телом не стоит жить, то, конечно же, не стоит жить с разрушенной душой. Слово душа не возникает второй раз, хотя именно о ней идет речь. Почему эта логика не работает? Простите еще раз с телом. Ну а если последовав мнению невест, мы погубим то, что от здорового становится лучше, а от здорового разрушается. Стоит жить после того, как оно будет разрушено. А ведь это относится к нашему телу, не правда ли? Итак, стоит ли жить с разрушенным телом? И ответ Критона? Не стоит. Никоим образом, да. Критон не понимает происходящего, а происходящее называется ирония. Сколько лет этим людям? Всех этих. Им обоим по 70. У них что, аполлоновые тела? У них старые, изгнившие, стариковские тельца. И Критон тут же Сократу лично признает. Конечно, надо прыгнуть со скалы уже сейчас. Все, зачем мы живем-то до сих пор? И заметьте, кто из них прыгает со скалы-то? Сократ. Сократ, конечно! А Критон с ним только соглашается. Но не потому, что Критон злодеи не хочет умирать, а потому, что он не понимает идеи. С разрушенным телом не стоит жить. Мне 70, тебе 70. Наши тела разрушены. Следовательно, нам не стоит жить. И здесь мы видим следующий разрыв между философией и нефилософией. Это тот разрыв, о котором Сократ уже говорил в апологии и говорит здесь и сейчас с Критоном. Это разрыв между словом и делом. Смотрите, Критон словом признает, что, конечно, надо прыгать со скалы, но делом не делает. Напротив, если мы посмотрим на большинство и на Критона в частности, окажется, что большинство людей как раз-таки делает, не заботясь о слове, не думая. Сократ предлагает противоположную парадигму. Думай! Но проблема в том, что эта противоположная парадигма заключается в чем? Не делай! Не делай! Потому что знание недостижимое, и что бы ты ни думал, ты к выводам никаким не придешь. Философ никогда ничего не делает. И это проблема. Если бы все общество составило из философов, завтра бы оно развалилось. Разрыв между словом и делом – это критический разрыв. Там, где слово и дело соединяются, начинается нечто другое. Не философия и не практика. Это нечто другое называется политика. Неозначающий пример в руки идут. Политические деятели соединяют слово и дело. Они не просто нечто говорят. Они тут же преобразуют это в действие. Я говорил вам, что как только вы начнете не просто углублять вопросы, а начнете отвечать на вопросы, вы превратитесь из философа в идеолога. А как только вы начнете не просто отвечать на вопросы, которые ставит философия, а воплощать свои ответы, вы превратитесь в политика. Чем больше уровень дела в вас, тем меньше в вас философа. С одной стороны, это, конечно же, ужасно. С другой стороны, если у вас больше дела, чем слово, то есть больше дел, чем насуждений, у вас получается то, что получается у Критона. То есть, слово и дело не совпадают, и они, как правило, не совпадают в самых тяжелых, самых серьезных вещах. Знание оказывается недоступным, именно поэтому дело всегда оказывается наугад, дело всегда оказывается тыканем пальцем в небо. Других вариантов нет. Но смотрите, тогда всякая политика всегда оказывается тыканем пальцем в небо. Именно поэтому философия оказывается максимально скептична по отношению ко всякой политике, всякому режиму. Как говорит алкириат, заставляя Перекла, значит, поскользнуться, какая разница между демократией и тираней? С точки зрения философии никакой. Что эти принуждают, выдумывая всякую фигню, что этот принуждает, выдумывая все, что придет ему в голову, разницы нет. Нет. Разницы между нацизмом и коммунизмом, демократией и тоталитаризмом нет вообще никакой для философов. Именно потому, что они одинаково основаны на мнении и на тыкании пальцем в небо, то есть на действии. Других вариантов быть не может. Мы видим, как Сократ пытается сконструировать идеальное государство в государстве и тем самым доказывает, что оно в принципе невозможно и неосуществимо по определенным параметрам заранее. То есть мы видим определенную вещь, возвращаясь назад к вопросу справедливости. Мы видим, что естественная иерархия людей и общественная иерархия людей никогда не совпадают и не могут совпасть. Но это всегда будет означать, что общественная иерархия всегда будет несправедлива по отношению к естественной иерархии. Иными словами, общество всегда будет несправедливо по отношению к философу. Вопрос только заключается в том, в чем заключается справедливость. Потому что справедливость с точки зрения Критона заключается очень просто. Тебе сделали плохо, ты делаешь в ответ. Иными словами, если общество всегда несправедливо к философу, если справедливость заключается в том, чтобы делать зло врагам, а добро друзьям, иными словами, чтобы воздавать несправедливостью за несправедливость, образ действия философа понятен. Он разрушает общество целенаправленно. В государстве и здесь Сократ будет доказывать, что нет, справедливость в этом не состоит. Справедливый человек никому не делает никакого зла. И тогда философ и несправедливость государственная становятся никак не связаны. То есть несправедливость по отношению к нему не получает никакого ответа с его стороны. Другое дело, и очень важное другое дело, заключается в том, что здесь он говорит это Критону, а там он говорит это группе молодых людей, среди которых только один что-то понимает. И вот тот, который что-то понимает, он говорит, Сократ, замолчи. Кто это, вы узнаете, если пощете первую книгу «Государство». А мы пока на этом остановимся.